Вообще у нас ненормальность в уголовном кодексе, потому что есть статья о защите вроде бы чести и достоинства, но она касается только физических оскорблений. На самом деле честь человека не защищена, а значительно больше унижения для человека, там скажем, не его похищение или синяк, а надругательство над его символами веры, чем-то сакральным. Когда состояние общества таково, что оно само это не допускает, это можно не записывать в законе. В наших условиях нужно записывать. Только здесь есть два момента. Во-первых, плохо, что закон был изменен в результате ответной истерии вот таких постмодернистских информационных структур. Во-вторых, дело же не в оскорблении чувств верующих как таковых. Дело в том, что это одно из проявлений наличия у людей тех или иных ценностей. И нужна некая система, которая защищает чувства не только верующих, но, скажем, атеистов и всех. Потому что для одного святым является Христос и нельзя позволять, чтобы его оскорбляли. Но для другого святым является Ленин и нельзя призывать к разрушению мавзолея. То есть, в общем, шаг некий сделан, но достаточно спорный. Кроме того, там в законодательстве вообще записана такая вещь, действия, совершенные с целью унижения чувств верующих. Пусть рай заявляли, что не хотели никого оскорблять. Как выявить цель? Здесь нужно выявлять другое, было оскорбление или нет. Было оскорбление невольное или заведомое. То есть, одно дело, если человек шел, споткнулся, опротинул, ну, скажем, икону или портрет Сталина, и кого-то этим задело. Другое дело, если он сознательно подошел и икону или портрет Сталина взял и стал пинать ногами. Надо, в принципе, обеспечить честь и достоинство человека. Потому что вообще человек – это не просто биологически потребляющее существо. Это его отличие от животного в том, что у него есть что-то большее, чем биологические моменты. Вот что-то, за что он, в принципе, готов отдать жизнь. Поэтому оскорбление, понимаете, вот когда известный Агафонов поплатился в конечном счете жизнью за то, что неуважительно отнесся к девушке, ну, с одной стороны, вроде бы, так, превышение со стороны Мерзоева, ну, а с другой стороны, вот дочь моя считает, что хорошо, что есть люди, которые готовы убить за оскорбление их девушки, не задумываясь о том, чем это им грозит. И жалко, что эти люди оказываются больше представителями наших регионов, нежели, как бы, наших традиционных центральных областей.